да я просто с ними кто был за рулем фамилия бела дугенька макси вы ебать вы у ебки блять кто это такое максим давать телефону все еще мили документ адрес адрес все могут где говорит на какой улице я снимал что проехал чё там стоит вам же сказали что никуда не дергать машину поставили и молодец горит дядя миша спасибо разъебал машину говорит спасти дядя миша блять академик блять сами кто за рулем был блять вы чё идиоты ебаные блять кто был за рулем блять академик ты чё ебанутый что ли я за рулем не был вы чё дебилы ебаные блять ты знаешь сколько машина стоит нахуй дисклон короче да 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 вверх не а чё вы там сидите что ли очкафка ты чё охуёшь что ли ты чё и долбает нахуй вы сюда едете вообще блять пацаны блять ты чё академик еще раз чтоб твою ебало тут появилась нахуй тут какой-то человек мимо нас проезжал вот в городе вот он нас подвез и ты чё блять нахуй а тебе сколько лет сколько тебе лет 14 я я вам говорю честное слово я говорю вам честное слово что ты говоришь честное слово что у нас случайно ехали человек в ебал машину убежал да и вот этого я не знаю вы его не знаете сань ты знаешь сколько машина стоит а я тут причем твои друзья блять ты блять сюда долбоёба всяких приводишь нахуй блять тихо не трогай ты это зачем посмотри как говоришь я к Сане приводил сань вот ты проблемный согласись еще раз что-то здесь такое произойдет подобное блять да не нахуй давай это слышь мне некуда и сусить будешь в этих гаражах и чё туда давать будет кто покупать пинку и уводить как так можно жить забирать документы на где документы на машину это да нахуй она обослалась эта машина будет вон мудрём каркас ёбану были когда я вижу жидите нах просто мрази да не художить суши блин это пиздец какими все пришли они себя даже не уходит просто так не бежит дядя миша спаси блять короче естественно пусто я просто очень сильно же встроен водитель убежал то есть его пока еще не нашли эти товарищи он там в кутузке сидят восьмерка чья кого неизвестно сейчас приезжая наряд дпс и будет разбираться уже по факту такие дела вот машина стояла домой это что это место они вот это время ехали они так прямо на встречу поехали сейчас они потом за ними развернуться и погонят в обратном это пятнашка вот эта пятнашка не погнали вот на грани не едут там не предыдущий как уходили вот тут побежал а вон до прожил но то есть получается реально не академик сидел сейчас чай уже не лезет но здесь да мы получается услышали звук мигалки думали сначала пожарка открываем дверь парень здесь бежит коль его схватил он такой бежит коля он тебе сказал между прочим он сказал да дядя миша дядя миша дядя миша дядя миша спаси да на давай локер на так а вот это чё мишина усилитель так это тоже а вот это тоже до его получили ну чё осколки надо собрать открой багажник задам в это в крыле ничего не осталось а вот еще на парку куда это вот к этому Вот, абсорбер оказывается здесь у нас, но его не заделывают. Да нет, просто не приедутся. Всё, да, выдано. Что, ваша машина, пацаны? Не ваша? А чья? Ну чё, трёт? Да, его затрёт по-любому. Возьми отвертку, проткни дырку и к этой хуйне прям при собачке. Чё там, мишань? Да надо подвижать по-любому. А, вот это тоже, да? Лёх, давай, выезжай, поехали. Подожди, ещё продвинуться. А, надеет. Визиту холодную. А, да, это сыр. Я на связи. Константируйся. Я понял, я понял. Окей. Спасибо. Короче, парень, который убежал, который был за рулём, его нашли на другом конце города. Он несовершеннолетний. Ну, по-моему, как бы его друзья поделить и можно сказать, что сдали с потрохами. Вот такие дела. Все парни в отделе, включая нашего соседа, замечательного академика, в жизни научат. Я так понимаю. Правильно? Так что, лучше бы они в это... Они сегодня, понимаешь, ко мне в игру играли? А? В игры играли. В игры играли. Когда они по-детнём ко мне заезжали, они попросили у меня крышку, чтобы закрыть расширяющий бачок. Я дал изоленту и пакет, по-моему, чтобы они просто закрыли. Оказывается, нужно было просто сразу протыкать им по крышке и всё. Вот такое чудо. Вот таким уродом я буду кататься в энное время. Бампер стоит 60 тысяч новый. Пушки, понятно, можно купить за 10. Но, опять же, покраски туда-сюда. Сейчас неизвестно, что здесь еще обнаружится. Я расстроен. Сегодня пятница, вечер. Плохое настроение. Но, что делать, а? А завтра 23 февраля. А завтра 23 февраля, да. Всех парцанов с праздником. Ну, короче, это что, неизбежно, что мы, видишь, получается, здесь на повороте. Парни оттуда неслись. И, получается, здесь поворот. Просто они поехали прямо. И не успели сманеврировать, вырезались в меня. Понятное дело, не специально, но... Обидно, что после всей этой ситуации один из них убежал, а те, которые были с ним в салоне, остались сидеть и не вышли. То есть, мы здесь уже вокруг ходили, камера не сразу была включена. Да? Они просто сидели там минут пять и не вышли. Причем академика, ну, они все трезвые. Просто боялись. Пока Коля не залез с камерой, ну, и не заснял. Если кто-то такого же возраста, то советую все-таки пацаны, как-то им, наверное, быть поаккуратнее. Потому что люди бывают разные, да, можно нарваться на кого-то. Просто можно, так скажем, обиделиться жестко. Вот. Пожалейте, так скажем, ваших родителей. Потому что, насколько я понял, наряд сказал, что человека нашли, кто был за рулем. И, соответственно, нашли его родителей. Так как у них сражение, естественно, они будут за него отвечать. Вот такие дела. Всем, как говорится, спасибо за просмотр. Всем пока. Да? Лех. 23 кабинет внезапно. Во вторник.